Я вообще против того, чтобы подписывать договора именно на 50 лет, когда мы сдаем, например, в аренду наши земли. Вы поймите, во-первых, мы должны сами развивать, сами опахивать наши земли для того, чтобы зарабатывать деньги, а не отдавать это, например, каким-либо странам. Я согласен, что когда говорят, что китаец, например, приходит и непосредственно делает пашню земли, то он настолько плодотворяет химикатами для того, чтобы вытащить оттуда урожая на 110%, что после него земля не приносит как минимум 10-15 лет потом никакого урожая. Это есть, и это де-факто очень много, где в губерниях об этом говорят. И когда мы с вами подписываем на 50 лет, вот вы представьте, за 50 лет мы отдали в аренду. А если этот человек или эта фирма не будет засеивать, а если она не будет вообще заниматься пашней, то что в итоге? Земля на 50 лет будет заморожена, и земля не будет приносить никакой пользы нашему государству. Если заключать договора, надо заключать как минимум на 2, 3, 4, 5 лет максимум, да, и в инвестиционных условиях прописывать, что если земля не приносит никакой прибыли государству, если она полностью там не проводится пашня, не засеивается урожай, нету сбора, нету потенциала роста непосредственно для губернии, для того, чтобы там наши граждане работали, обрабатывали, получали доходы от этой земли, то эту землю надо забирать. Что в итоге мы сейчас добились? Есть очень много контрактов, где земля не обрабатывается в замороженном состоянии, и ее никто не может юридически забрать. То же самое я против, например, когда наши земли выкупают. Вот выкупил бизнесмен, сегодня у него есть доходы, он выкупил гектары-гектары земли, да, в итоге завтра он банкрот, земля в его находится в собственности, лет 10-15 эта земля не обрабатывается и не приносит никакой потенциал для нашего государства. То есть сельскохозяйственная область в этой области не развивается. Это большая, огромная глупость нашей стороны. Если мы хотим привлечь инвестора, да, то на наших условиях надо привлекать инвестора. Да, мы создадим для инвестора все условия, но никаких 50 лет. 2-3 года максимум 5, вот это потенциал подписания договора. Мы даем в аренду, но при этом мы прописываем четко в договоре никаких химикатов, тех, которые могут навредить нашей почве. Иначе мы с вами просто-напросто через лет 10-15 останемся на выжженной сельскохозяйственной земле, которая не будет нам приносить никакого урожая. И этим мы нанесем огромный большой вред нашему государству. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! 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 Спасибо!